На поле ульяновского локомотива местная Волга и команда Челябинск футболисты не старше 18 лет проводят встречу в рамках юношеской футбольной лиги. До начала матча волжане возглавляют турнирную таблицу, гости отстают ровно на 3 балла. Счет в матче уже на 12-й минуте открывают футболисты из Челябинска. После пропущенного мяча Волга ринулась в атаку. Результат был достигнут уже через 10 минут. В штрафной защитники гостей жестко сыграли против ульяновского нападающего Артема Сергеева. Арбитр встречи без раздумий указал на 11-метровую отметку. Точным сильным ударом в правый угол Сергеев сравнивает счет. Но гости уже скоро снова выходят вперед. Подачу в штрафной Волге замыкает Тихон Орлов. Волжане снова вынуждены отыгрываться на домашнем поле. Соперник тоже идет в атаку. Борьба идет на каждом квадратном метре газона. После передачи с фланга, не оставив Челябинскому голкиперу ни единого шанса, дубль оформляет Артем Сергеев. До конца первого тайма еще остается несколько минут. Гол в раздевалку успевают забить футболисты Челябинска. Всемирный день детского футбола отмечают во всем мире. Это праздник. А на празднике, как известно, принято дарить подарки. Вот и здесь, на поле Ульяновского стадиона «Локомотив» команда «Волга» и команда «Челябинск» уже обменялись, так скажем, презентами. Только за первый тайм было забито пять мячей. В перерыве ценные указания от наставника «Волги» Александра Заикина. Есть хорошие моменты, когда мы через пас начинаем, когда у нас Арсений неплохо открывается между линиями. Да, у нас возникает давление. У нас возникает момент. Понятно, что очень тяжело их постоянно создавать. Но нужно это делать. Во втором тайме игра выдалась уже не такой зрелищной по забитым мячам, но не менее интересные соперники раз за разом приближались к штрафной площади оппонента. Но до реализации моментов дело дошло лишь однажды. За пять минут до конца встречи четвертый гол в ворота «Волги» забивает челябинская команда. Не получились единоборства. Много единоборств проиграли. Реализации где-то было достаточно моментов, чтобы забить четыре. По результатам этого тура «Волга» с первого места переместилась на четвертое. Но ульяновские футболисты непременно будут бороться за лидерство и дальше. А ведь еще недавно о таких результатах команда только мечтала. Набравшись опыта, волжане стали не просто сражаться на футбольном поле, но главное – побеждать. Достигнуть этого удалось в том числе благодаря развитию детского футбола в регионе. Если в областном центре эта работа ведется системно, то в последнее время начали подтягиваться и районы. Вот в Сурском районе как раз-таки площадка будет построена, надеюсь, в этом году. И у них появится уже настоящее футбольное поле с искусственным покрытием, хорошего качества. Я бы, конечно, пожелал всем районам все-таки обратить внимание на инфраструктуру. Футбол остается одним из самых массовых видов спорта. А для многих игра миллионов является не иначе, как смыслом жизни. Артем Петров, Александр Рассохин. Вести. Ульяновск.